Горбуша тоже, видите, с икрой. Есть то, что хочется еще больше подтянуть. Очень многие даже не знают, что такие штуки есть. Сэкономила я 10 тысяч рублей или нет? Меня просто не хотели давать футболку. А мы пошли Деда Мороза смотреть, а я взошла из шапки. Развалился чуть-чуть. Видишь, вырезал и по новой ремонтировали. Здесь? Да, по-моему. На авангард прям так и забивай. Ну что, Сань? Соня, как ты себя чувствуешь? Хочу, скажу. Ладно? Все сделали. Скорее, мы повернули. Зарезай. Круглосуток смотрится. Греешься? Чего? А батарею греешься? Я не знаю. Ну да. Мне нужна куртка. Короткая. Ну, когда, если присмотреться, то они вообще не прикольные. Когда я слышу слово «большие», мне больше присмотреться, как-то больше вот на это как-то. Ну, блин, в таких даже я буду дырдык. Я пришел. Вон, встань рядом с ним. Хороший такой. Чем ты собралась питаться сейчас? Я буду бургер. Нифига себе. У меня сегодня этот, я все не забываю, как он называется. Читмил. В какой же бургерной ты хочешь бургер? Не знаю, самый жирный. Просто, чтобы съесть и упасть. Ты хотел в шаурмичную вообще? Ну, я уже задумался. Ну, я не пойду в шаурмичную. Я уже задумался. Ну, я. Сотя. Спасибо. Я недовольна. Они сделали 20 заказов после меня. Ну, прикинь, 20 заказов после меня. И мне просто не хотели давать футбургер. Угу. Шест. Они уже просто говорят, блин, а где 255? Картошечка. Ой, извините, блин. Меня уже здесь сочли шпионом и спросили, что я здесь снимаю. Да? Кто спросил? Охранник. А что ты здесь снимаешь? Я ничего не снимаю. У меня в режиме ожидания огонек горит, а камера стоит. Как бы просто повернут туда было. Вот туда. Хоть картошка вкусная. Уже, правда, холодная. А бургер холоднее у меня уже не станет, поэтому я ожидал тебя. Давай, убирай. Приятного аппетита. Вот такое вот я себе взяла. Ну, у меня тут тоже есть. Мы посмотрим, у кого вкуснее. Ладно, все, я начинаю. Поехали. Они недовольны. Мне испортили читмил. Вот этот вот бургерный фарш. Мне все испортило. Я ждала почти 20 минут. Невкусный холодный бургер. И мне еще не дали фирменный соленый огурец. Ну, у папы-то, конечно, вкуснее огурцы, но все живут. Они должны мне его были положить. Я же видела, что всем кладут, а мне не положили. Просто наглым образом. Мой бургер тоже остыл, но... Но его бургер стоил 100 рублей, и это было не очень обидно. А мой бургер с картошкой стоили 600 рублей, и мне обидно. Это да. То есть я за Анька доедал, и... Но из-за еды мы не умываем. Не умываем. Бургер за 100 рублей оказался точно такой же, как и за 300 с чем-то у Аня. Я все равно не доела. Да, ничего. Потом, где-нибудь месяца через два, когда у меня будет другая вещь и четвью... Ты пока это переваривай. Вот, у меня как раз пару месяцев будет перевариваться. Мы с тобой пойдем... Бургер Кинг. Вот там самые вкусные бургеры. Или в Афрайдис. Вот, мы лучше поедем в Афрайдис. Это проверенное место, и оно... Там точно вкусно. Бьет наверняка. Так, все, мы идем забирать ребенка. Наверное, точно полкило мороженого. Должно быть, на первый взгляд, все хорошо. Вот улица. Аптека, улица, фонарь. И как она снимает при темном освещении? Привет, я наполировала объектив. Проверка связи. Проверяем, где работает, где не работает. Вот так прям смотрю, тут все блестит. Ну, не знаю. Сэкономила я 10 тысяч рублей или нет? Немножечко мутновато. Все равно. Что делать? В общем, я как смогла, сделала. Ну, вроде нормально. Я, конечно, попробую еще чуть-чуть пополировать. А я попробую еще при дневном освещении завтра. Ну, потому что вот так вот на него смотришь, он прям такой блестящий. Замена объектива у них стоит 10600 в официальном. Я сначала купила вот такую вот это паста Гои. Но это вот 70-80. Это по металлу. То есть я сначала ей, но она все-таки чуть-чуть шкрябает. Есть еще она же по пластику. То есть там чуть меньшее соотношение как бы. Но я сегодня была в другом магазине и взяла уже вот такую вот штуку. Здесь две. Здесь как раз белая по металлу, а вот эта вот синяя как раз она по пластику. То есть ее на мягкую варежку какую-то или тряпочку, короче. И вот начинаешь просто вот так вот. Достаточно медленно это делал. Может быть, как-то поинтенсивнее и подольше нужно это делать. Я, конечно, попробую еще. Ну вот смысл в этом есть, поэтому я еще просто попробую. Это я в Коста-Райне купила. Вот эту вот в Леруа Мерлен. Я тут опять сейчас начала тренироваться побольше чуть-чуть. Потому что на самом деле я очень жду весны. Потому что весной всегда хочется заниматься. Зимой чуть-чуть как-то проходит вот эта вот тяга ко всему. Спортивному, похудательному. Это, в принципе, нормально. Но в любом случае я себя держу. Я в этом году, вернее, в 2018 году я сделала просто невероятное. Я подсадила себя на ПП настолько, что даже зимой мне вполне себе хорошо на нем сидится. И мне не хочется сорваться. Мне не хочется потолстеть опять. Вот. Поэтому, да, это, конечно, очень классно. Но просто я понимаю, что когда будет весна, мне прям захочется. И, в общем, я планирую сделать прям совсем прям все подтянуть. Все то, что сейчас не совсем подтянуто. Потому что, ну, есть. Есть то, что хочется еще больше подтянуть. Как раз стоит моя любимая сумочка для занятий фитнесом. Я тут лезла в свои штаны. Это такие серенькие джинсы из H&M. Я их покупала относительно недавно. Купила, потому что все остальные мне просто очень велики. И, короче, я из них теперь просто никак не вылезу. Просто, представляете, это просто реально. Это стали мои самые любимые штаны. При этом при всем, что я вообще не очень сильно люблю серый цвет. Вот так вот в одежде. Потому что у меня весенний типаж. И мне всегда казалось, что мне идут больше такие коричневые, шоколадные оттенки, бежевые. Но никак не холодные и серые. Сейчас я вам поделюсь еще кое-какой своей такой находочкой. Это камера. Вы знаете, что у нас такая камера есть. Она у нас стоит в Сониной комнате. И в любой момент, с любой точки мира, с любой точки планеты можно посмотреть, что происходит у нас в квартире. Ну, как бы это очень прикольно. Это и безопасность. Но мы ее брали вообще в другом магазине. То есть она у нас уже на протяжении нескольких лет. А тут наш папа, просто попросим мой папа. Ну, он как бы наш. У нас родители общие. Он сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы у него в деревне была такая камера. Потому что он сейчас в деревне часто. То есть нет уже такого, что, например, он на зиму переезжает сюда в город. А потом, например, летом переезжает опять. Ну, то есть на полгода у него раньше было. Сейчас он всегда в деревне. Бывает так, что он приезжает сюда, естественно, либо в гости, либо там сделать какие-то свои дела. И ему нужно наблюдать за котлом. За нагревательным. Ну, и не только, естественно, наблюдать за домом тоже это очень удобно. Вот, и поэтому, короче, мы решили Когда я делала как раз свой последний заказ На Абангут, увидела вот такую вот камеру Вот эту, по-моему, тоже можно повесить В любом случае, что вот так вот Прямо показать вам ее, это нужно делать на месте И, скорее всего, это будет уже Когда мы тоже будем В деревне Здесь у нее такой микрофончик есть Здесь у нее глаз, она двигается То есть она вот так вот ставится У нее глаз ходит и так И она двигается еще, ну то есть Во все стороны, очень многие даже не знают Что такие штуки есть, то есть вы просто Ставите камеру, вы просто ее подключаете Через Wi-Fi, через свой И вы можете, не знаю, ездить куда-то на море Например, или там, не знаю К бабушке отдыхать, или куда угодно И вам, например, нужно смотреть Там, что делает ваш кот, или там собака И вы просто заходите в приложение И За всем этим наблюдаете, а, ну да, вот Видите, здесь шурупчики Чтобы можно было ее повесить на стену Специальные вот такие вот крепления Вилка, розетка И она работает, естественно, от сети Короче, штука очень крутая Есть еще датчик движения То есть, если, например, там дома никого нет Или, например, там ребенок спит Когда он там зашевелится, да Она пришлет вам смс-сообщение Или сообщение на Этот, на приложение Короче, классно Я прям очень довольна И я когда делала заказ на Banggood Я папе дала специально этот сайт И сказала, пап, если тебе там что-то нужно Ну, ты, пожалуйста, дай мне знать И, короче, вот он себе там тоже заказал Во-первых, это вот там что-то для Вот эти вот, по-моему, для Света Это такие переходнички Вот, потому что Ну, тоже в Китае это все намного дешевле Если интересно, вы можете у него спросить У него, кстати, есть свой канал Ссылочку на которую я вам тоже внизу под видео оставлю Он там иногда рассказывает про Загородные жизни, в общем Про сад, огород и все такое По-моему, для освещения И как раз вот Свет он тоже заказал Это такие ленты специальные для рассады Я думаю, что каждый из вас Когда-нибудь проходил мимо розовых окон Знаете, когда в окне там что-нибудь такое Синее или красное горит Так вот, это вот как раз-таки свет для рассады И вот у меня папа заказал Это диоды Которые, ну, ставится Он берет такой железный Как он, типа как карниз называется Не знаю, не карниз, а просто, ну, в общем, такое Железное основание Прикрепляет к нему вот такой вот свет White это вот белый свет А здесь, по-моему, синий Здесь вот не написано Это синий, по-моему, и розовый Диодная лента То есть, ну, это вот освещение Я как-то в том году еще показывала тоже Как папа там все делает Но обязательно в этом году Особенно тем, кому интересно Я тоже покажу Потому что у папы это все, конечно Действительно очень красиво Он сказал, я просто посмотрела Она там стоит просто копейки какие-то Вот такие вот всякие вещи Конечно, у нас в России стоят гораздо дороже Еще как раз я им взяла тут рыбки Горбушу Все, это у меня горбуша тоже, видите, с икрой Так что сейчас горбуша к ним как раз поедет И вот это вот все новенькое Так что все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok